У него лапка была перетянута жгутом. То есть, кто это сделал, не знаем. Потому что видно, что и сняли этот жгут. Потому что лапка уже вся ссохлась. То есть, все вот эти сухожилия, их нету, да. Она отрофировалась. И пришлось вот ампутировать. Теперь котик у нас трёхлапенький. Мелю, так назвали этого чудесного малыша, всего несколько месяцев у отроду. В приют он попал 10 дней назад. Позвонила подруга Оксаны, которая рассказала, что нашла зверька на выезде из Чернянова. Даже бывалые добровольцы ужаснулись, когда увидели, в каком состоянии он был. В день нашего приезда ему должны были снимать швы. Это жизнерадостный и очень ласковый котёнок, который с удовольствием идёт к людям. Хотя, наверное, должен был бояться их, ведь они его изуродовали. Тут же в помещении с кошачьим вольером ещё один несчастный питомец. Этому малышу, наверное, всего месяц от рождения. Спасли её чудом и назвали Майей. Она последний из недавно прибывших подопечных приюта. В ночь наш волонтёр помчался срочно забирать ребёнка с улицы, потому что был выкинут на снег. Не перестаём поражаться человеческой фантазией. На верную смерть. Просто выбросили на верную смерть. На голый снег. Ребёнок, который был оторван практически от мамки, не умеет кушать. По-другому мы расценить это не можем. А это кубик. Его привезли в приют со страшной раной на шее. Изуверы пытались живьём снять с него шкуру. Собаку вылечили, рану обработали и зашили. Теперь он обитает в вольере ещё с несколькими щенятами, которых подобрали на улице. Среди них кубик самый нелюдимый. У него психологическая травма, говорит Оксана. Идёт он только к ней. Взрослых мужчин боится. Сейчас он чувствует себя хорошо, но, к сожалению, в руки он не даётся. У ребёнка порушена психика. Восстановится ли она. Человеку не доверяет абсолютно. Сейчас вот только Оксана, хозяйка приюта, начала настраивать с ним какие-то более-менее отношения. Во дворе нас встречает весёлый заливистый лай целой своры. Собак у Оксаны сейчас 60, кошек 40. За последнее время привезли 25 лающих питомцев. С ними помогает управляться сын хозяйки Стас. С любимой собакой Жориком у них крепкая взаимная любовь. Почему ты именно его выбрал? Почему он понравился? Потому что он любит детей. Он ласковый. Мне он такие нравятся. Об этой собаке хорошо знают участники группы приюта ВКонтакте. За её судьбой в конце лета следили десятки человек. Сейчас она здорова и полна сил, искренне радуется гостям и идёт в руки совершенно посторонним людям. Совсем иная картина была несколько месяцев назад. Вот эту голубоглазую красавицу зовут Сансара. В августе её привезли из Тамбовского района. Хозяйка оставила дома её практически умирать. Привязали на цепь, оставили без корма. А рядом находились глубокие ямы, куда собака должна была упасть и погибнуть. Спасли её и её подружку, соседи, которые подкармливают животных. Сейчас у приюта не лучшие времена. Места практически нет. На корм и содержание животных уходит 35 тысяч рублей в месяц. Большую часть Оксаны берёт из семейного бюджета, потому что просто не может спокойно смотреть на голодных зверей. И самое важное. Сейчас нескольким самым маленьким щенкам нужны отдельные утеплённые домики. Материалов нет, а на носу сильные январские морозы. Пока малыши уйдятся рядом с кошками, но совсем скоро их надо будет переселять. За любую помощь приют будет вам искренне благодарен. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Евгений Мещеряков. Область новостей.